Как законно использовать логотипы партнеров и клиентов на своем сайте? Наказание за неправомерное использование логотипа или товарного знака клиента на своем сайте или в соцсетях карается штрафом до 5 миллионов рублей. Как этого избежать, обсуждаем в этом видео. Поехали! Всем привет, меня зовут Никита Леонов, я дизайнер логотипов и фирменного стиля. Подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали, а мы начинаем. Я не подослушке знаю, что такое авторское право и как его защищать. Потому что сам являюсь автором и разрабатываю логотипы. Вы могли видеть, раньше у меня были логотипы клиентов и партнеров на моем сайте. Не всегда достаточно быть партнером этой компании или оказывать им какие-то услуги, чтобы иметь право размещать их логотипы. Как я получил право размещать логотипы своих клиентов у себя на сайте, я расскажу дальше. Сейчас я вам расскажу о четырех случаях, когда можно использовать логотип клиента или партнера на своем сайте. И первое, если деятельность владельца сайта или ваша не связана и не пересекается с деятельностью вашего клиента или партнера или неоднородна им. Что это значит? Например, ваш клиент продает сотовые телефоны, и вы размещаете логотип его на своем сайте. И вы тоже занимаетесь тем же самым. Или, допустим, другая ситуация, когда вы продаете телефоны и ремонтируете их. И клиент то же самое делает. И продает телефоны, и ремонтирует их. Если ваши услуги идентичны, вы не имеете права просто так брать и размещать логотип какой-то компании у себя на сайте. Так делает компания Apple. Она наказывает тех и те сервисные центры, которые не получили у них разрешение на использование их логотипа на своем сайте или где-то на вывесках. Может быть, могли видеть где-то там в подземных переходах такие местечковые сервисные центры. Они используют логотипы компании Samsung, Apple. Ну, что они чинят эти устройства и эту технику. Но то же самое делает и Apple, и Samsung. Они тоже чинят свою технику. У них есть официальные реселлеры и официальные компании, которые занимаются ремонтом. И на это нужно получать разрешение. Второй случай, если товарный знак или название словесно упоминаются на вашем сайте или на ваших ресурсах. И при этом не происходит смешение продукции. То есть, если, допустим, один производитель колбасы или мясоперерабатывающий комбинат разместил логотип другого мясоперерабатывающего комбината, и получается смешение продукции, смешение того, что вы делаете и ваших услуг. Владелец этого товарного знака может потребовать у вас убрать это или нам, еще хуже, оштрафовать вас и подать дело в суд. Третий случай, если владелец сайта производит операции в отношении чужого товара, и при этом владелец товарного знака не занимается той же деятельностью. То есть, вы не должны заниматься тем же самым, что делает ваш клиент. Например, я как разработчик логотипов не могу использовать логотип компании, там, студию Артема Лебедева. Но это запрещено, потому что я делаю то же самое. И четвертое, это уже юридическая терминология, если через интернет-сайт предлагается к продаже или реализуется товар, введенный в гражданский оборот в России владельцем знака или с его согласия. То есть, допустим, есть владелец товарного знака, и вы ввели в гражданский оборот в России официально через таможню его продукцию и получили на это разрешение и разрешение компании продавать на территорию России его продукцию, то вы можете использовать этот товарный знак. Во всех остальных случаях, кроме перечисленных этих четырех, вы не имеете права использовать товарный знак. Здесь есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь случаев, когда вы не можете. Я их сейчас зачитаю. Первое. Второе. 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 Когда размещение представляет собой продажу, обмен или иное возведение, введение в оборот товара, если при этом незаконно использовали средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ и услуг. Пятое. Когда нарушается авторское право. И шестое. Когда размещение тяжелого логотипа ведет к недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением или использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. В общем, такая юридическая терминология. То есть, в двух словах, вы не можете использовать логотип какой-то компании, партнера или клиента, если вы занимаетесь аналогичной деятельностью или тем же самым, либо с его разрешением. Не стоит забывать еще один момент, когда использование товарного знака или логотипа клиента или партнера разрешено законом, но запрещено договором. То есть, договор о конфиденциальности. Когда вы, как исполнитель или оказывающий услуги для этой компании, не имеете права не указывать какие-либо сведения, что вы работали с этой компанией, и не размещать логотип на своем сайте. Некоторые заказчики это требуют и прописывают это в договоре. Вы сможете спросить, а что касается соцсетей, да? Там соцсетей ВКонтакте, Ватсапе, Вайбере и другие соцсети, которые размещают там на визитках на каких-то печатных материалов или какой-то другой продукции. По закону это разрешено, потому что это не является какой-то нарушением товарного знака. Это лишь ссылка на то, что вы используете эту соцсеть и является по сути рекламой этой соцсети. По закону можно использовать логотипы соцсетей на своих материалах, если вы вместе с этим указываете ссылки и даете понять, что, куда нужно перейти. Еще один момент, когда вы можете использовать логотип компании, неважно, партнер это или клиент ваш, когда вы используетесь услугами этой компании для того, чтобы оказывать услуги вашим клиентам. Ну, например, если вы продаете какой-то товар, ручной труд и доставляете его через почту России или какую-то курьерскую службу, допустим, СДЭК, вы имеете полное право разместить на своем сайте логотипы этих компаний, потому что посредством их вы производите доставку, чтобы клиенты понимали, что через какой вообще сайт, через какую службу происходит доставка ваших товаров. Теперь расскажу о правилах хорошего тона при использовании логотипов клиентов или партнеров. Когда я делал свой сайт и начал развивать соцсети, я начал связываться со своими клиентами, с прошлыми клиентами, с которыми работал, о возможности размещения их логотипа на своем сайте, что я работал именно с ними. И это является правилом хорошего тона, и для клиентов это было плюсом в мою сторону, в мою пользу, что я поступаю правильно, потому что некоторые используют неправильный логотип, некоторые клиенты не хотят, чтобы кто-то использовал. Либо нужно указать сроки работы или по каким проектам мы работали с этим клиентом, по каким направлениям деятельности. Это были достаточно крупные известные компании, международные бренды, но потом я убрал все эти логотипы, потому что решил по-другому позиционировать себя, не используя логотипы клиентов, с которыми я когда-либо работал, потому что, как я посчитал, они не играют роли в принятии решения, в выборе меня как исполнителя. Имейте это в виду и спрашивайте у клиентов, если есть такая возможность, можно ли использовать их логотип. Или, допустим, я не думаю, что ответьте там Почта России или СДЭК или какие-то другие ваши партнеры, чьей продукцией вы пользуетесь или услугами, чтобы создавать свои какие-то работы и осуществлять деятельность свою. На этом все. Напишите в комментариях, используете ли вы логотипы партнеров и клиентов на своем сайте, спрашивайте ли вы, пишите в комментариях, о чем еще хотите, чтобы я рассказал, поделился или записал ролик о своем опыте. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Всем пока. Я закончил. Это все. Надеюсь, записалось. Где есть лицо в фокусе. Если не в фокусе был, то это будет жуть. Вроде бы в фокусе. Или микрофон в фокусе был. Ну, я не усачив.